check the mic and make sure it sound right boy всем доброе утро мы на заправке ну, извести и все далеко уже не утро, конечно уже давно вторая половина дня но я была очень сильно занята первую половину дня очень сильно занята отбор я просто спал видите, какая погода на улице она прям шепчет поспи но все же он переборол сон я его разбудила, он встал и мы пошли, поехали в Москву у нас здесь дела мы еще не доехали но скоро уже будет там и у нас тут в Москве много дел у меня сегодня были запланированы две съемки одна, ну не знаю может и сделаю но, блин, такая погода мне нужна была хорошая солнечная погода но она вообще далеко не солнечная дворники поэтому не знаю что снимем, то снимем сегодня но хотелось снять много планы были планы были, как обычно, наполеоновские но проблема в том, что не со всеми мои планы совпадают ни с погодой они не совпали ни с человеком, который мне должен был передать сегодня диск, который мне нужен не с Николаем, который хотел поспать нужно поработать алле что, поздороваешься, просто здравствуйте каждый раз напоминает тебе просто я же занят что, невоспитанный что ли? я же откуда знаю, что ты там а, я просто так, да? ага может ты там беседу ведешь сейчас заехал на заправку на шелс на вариге увидел нилку шоколадку которую мы берем за 60 рублей да здесь она 199 199 ну это же заправка еще и на Новой Риге как по аэропорту все так же дорого стоит Коля, можно так не гнать, пожалуйста? дорога богата очень скользко на дороге и очень, если честно говоря, страшно да ты не бойся да ты не бойся и больше не про Азии короче, мы едем что сделаем, то сделаем что не сделаем, то не сделаем я гениальные мысли говорю про планы на сегодня наполеонские были сжечь Москву сжечь из Москвы лишь сжечь не хотела погореть поедем мы поели мы опять поели мы не стали снимать что мы поели но мы поели это секретная информация ещё ну сейчас есть лилочка от 180. прямо совсем в центре все tactics сейчас В центре центра, да. Кстати, настроение мое особо не улучшилось. У меня, кстати, было плохое настроение, я забыла по-моему сказать. Не знаю сегодня, что-то гормоны... Коль, да блин, ну что хватаешь-то? Гормоны со мной играют в злые шутки. И настроение мое не хочет наверняка налаживаться. Даже я думала, может я потому что есть хочу? Нет, я поела, мне не помогло. Музыка! Короче, тут дела мы в центре сделали. И едем сейчас в Одинцово два часа. Короче, все дела это передвижение по московским дорогам. Вот. Большая часть времени отдел проходит именно вот здесь, в дороге. Ну вот, да. Вот. Да блин, сфокусируюсь. Вот так вот. Самая красивая часть Москвы находится где? Ты считаешь? Ну, я считаю, что это Китай-город. Старый город. Ну, как говорят, молодежь вся тусуется в Китай-городе. Тот, кто побогаче, тот на рудах. На патриарших. На патриарших рудах. На патриарших рудах. На патриарших. Как говорят. Ну, я как таксист вам могу сказать. Угу. Тусуется молодежь на Китай-городе, а богатые на патриарших. На углу патриарших. Здесь вроде центра, блин, застройка такая стрёмная. Вот это вот что такое? Вот честно, вот это что такое? Ну, вот честно, вот лучше бы его отреставрировали, чем вот эту хэ построили тут. Нет, вот честно говоря, вот это вот что это? Оно, по-любому там никто не живет. Там просто, это просто запрошено. Ну, историческое оно здание. Да, и оно чье-то, понимаешь? И вот, вот красиво, да? Ну, это ярмарки эти построены. Современные. Вот тоже коп. Может их нельзя трогать? Ну, я же тебе говорю. А есть хозяин, который, ну, сносите за 25 миллионов долларов. Короче, сегодня Москва вообще. Теперь мы едем прямо вот в центр. В центр. В центр в центров. Пробки нынче. А где баллы пробочные? Ну, уже 5 баллов. Было 7. Мы уже сколько в пробке стоим? Еще на 10 минут? Сейчас. Нет, это только начало только. Ну, почему? Ну, там потом еще будет пробка. Сейчас главное. О, освещение включили. Короче, два часа туда, а два часа обратно. Уже четыре часа. Да. Жизнь веселая. Но длинная. У меня волос собрала. Бульку. Надоело уже ехать, честно говоря. Может пройтись под дождичком. Спасибо. Да пройтись рядышком. Есть же люди ходят. Да, по МКАДу. А, мы же не на МКАДе еще, да? Что, МКАД над нами? Над нами. Мы на Киевском. Ой, на Киевском. На Киевском. На Киевском. На Можайском. На Можайском. Да, была я в Читай-городе. Забрала свой заказ. Что там такое? Какие-то чеки дела. Забрала заказ. У меня заказ был небольшой в этот раз. Был по скидке вот этот скотный двор. Он классика, да? Зарубежная классика. Обязателен к прочтению для меня. Он есть в моем списке книг, которые надо прочесть. Обложка хорошая, твердая. Такая вот красочная, но сами страницы такие... Ну, куда-то я пощупаю. Нет, они не тонкие. Они плотные, но просто темноватые. Вот. Книжка была. Дальше. В заказе еще были вот эти вот гвоздики, кнопочки. Мне надо свои планы прикрепить к стене. Аккуратненько, гвоздичками. Дальше. Это я купила уже за наличку. Наконец-то я купила себе закладку. Видите? Квин Корги. Король Корги. Хе-хе-хе. Рекольный, да? Вот. 20 рублей стоит закладочка. Да. И для Коли... Вообще, для чего я заказывала этот весь заказ? А где? А, вот он. Ради вот этой штуки. Это бейджик. Он сейчас его открепит, закрепит. И вот эту штуку, чтобы она вот здесь не торчала, он ее сюда вставит. У него в одной из машин так было. И закрепит сюда. То есть, оно будет как бы по центру. Так делается? Да, наоборот. И вот, представляете, здесь, в Читай-городе, вот эта штука, этот бейдж стоит, по-моему, 20 рублей. Ну, через заказ я делала. А в лабиринте книжном он стоит... Вообще таких нету, но там бейджи от 60 рублей. Там вообще все дорого. Там кнопки обычные вот эти вот. Стоят-то 160 рублей, блин. Ну, они подойдут. Так обрезать надо. Просто и все. Загни вот эту вот. Если помогу, Коле. Ну, вот так вот, короче, она туда не влазила. Мы пока прикрепили сверху. Ну, прикольно. Уже. Вот. Все. Здесь зато не будет мешаться. Оно должно быть в зоне видимости пассажира, правильно? Да. Все. Это прям зона прямая видимости пассажира. Здесь оно вообще, по идее, мешает обзору. Правильно? Видите, сколько времени? Это капец. Ну, я так рада этому закладки. Наконец-то кусочек этой бумажки своей, блин, уберу. Пока скидки есть, покупаю. Потом скидок нет, ничего не покупаю. И все. Зато библиотека пополняется. Зато всегда есть, что читать. Ой, теперь до дома еще сколько? Финиш надо отнимать. 30-40 минут, если без пробок, да? Если без пробок, 30. Финишная прямая, да. Ну, вроде уже меньше. Дождь так и не прекращается. Аллилуйя, мы дома. Да я вон влог записываю. Это сколько? 10 часов, да? Да. Коля уже изнылся, что он устанет. Закрывай дверь. О, у нас тут темнота. Вдруг собак. О, собаки там телевизор смотрят. Их там... Камеди, по-моему, у них идет. Камеди? Ага. Сейчас откроем. Это кто пляшит? Ай-тап-тап-тап! Приехали. Пойдем. Пойдем. Аккуратней. Ногти оставишься. Пойдем гулять. Ай. Темнота Вдруг молодежи Довольные Гуляем Иди гуляй